дорогие друзья уважаемые подписчики и все те кто еще подпишется зрители канала любимого т.в. с вами татьяна любимого я природная ведущая вы находитесь на моем таро терапевтическом канале поэтому расслабьтесь примите удобное положение заварите себе чаек кофеек морсику налейте да возьмите плюшки зефирки печеньки и с удовольствием можете принять участие в нашем сеансе сегодня в общем да перед вашими голубыми экранчиками неважно какое состояние на самом деле грустно вам печально или вам радостно или средненько да не суть постарайтесь настроиться просто сейчас на позитив на релакс релакс нити отдохните успокойтесь и так дорогие сейчас мы посмотрим что у него в голове что на сердце что в ногах то есть если пути дорожки к вам у него закрыто открыто да вот так вот несложненько простенько посмотрим наиболее полно насколько нам позволит это сделать в рамках общего просмотра те кто желает обратиться индивидуально я смотрю экстрасенсорно по фото каналах яснознание сновидение но и также смотрю на картах таро читайте пожалуйста внимательную информацию под видео учитывайте время для написания ваших заявок не буду называть сейчас республики страны континента которые не слушают не слышат пишут все равно в неурочное время ночью утром оказываются в бане в бане с вениками из леса вот тут без обид но не все конечно иногда я под хорошее настроение до вхожу в положение скажем так но вы знаете когда берете номер большими буквами надо с уважением все таки относиться к информации которую для вас я оставляю вот они только хватает номер таких девочек я называю обезьянки с гранатами от прям без обид но то есть смотрите есть телефон да и тоже то же самое что вы берете и внедряетесь в личную жизнь других людей с помощью средств связи гаджетов до нарушается личное пространство если на материальный язык переводить вы берете биту и долбите стекла разбиваете долбитесь в двери вышибаете их просто до в любое время и не катит знаете как оправдание что я не знала или я не посмотрела а я не прочитала или знаете еще бывает что вы там сети ну наверное не для вас для вас есть определенное время есть еще другая до страна уже даже не можете все время быть на работе правда или ну как то есть ваша личная жизнь и вы можете имеете право вообще не просто можете вы имеете личное полное право находиться в сети когда он вздумается как угодно или потом прочитаете сейчас отправила вы потом прочтите но вы уже вторглись в личное пространство то неуважение как минимум поэтому это пресекается четко поэтому еще раз я наверно отдельно вот это вот этот кусочек сделаю обращение просто-напросто и буду вот его отправлять с тем особым которые все-таки не слышат не хотят слышать эгоистично очень не видя только свои проблемы в первую очередь невзирая на время и прочее и еще девочки не пишите большие просто не портянки это не нужно все что ваше чувство описывать это не надо совершенно когда было бы время читать если я занимаюсь практической помощью все предисловие услышали нам все остальные с кем и на одной волне я думаю что все хорошо вы все умнички красавицы и прочее не надо вас норово учать вот и не моя задача это делать я сказала вы услышали а сейчас мы приступаем к нашему сеанса и так подумайте о человеке который вам нравится который вам люб подумайте о нем посмотрим что у него там в голове по поводу вас что мыслишках мне мой подпевают просто вурчат песни поют до песенки поет посмотрите как помогает работать с вами помогает общаться конечно же дал конечно смотрите у человека сейчас переход переходный период где силы рода ему помогают да где-то что-то там решает своем доме со своими родственниками до начинаю записывать видео моих это я действительно они активируются девочки либо возмущаются ситуации либо песенки поют помогают радуется разговариваю еще мужчина что в голове у него ну вот посмотрите сложный период между чем есть но он старается его пройти всячески стойко есть конечно свои скелеты в шкафу старшие арканы то есть он сейчас в сложных энергиях находится в серьезнейших энергиях да или же на своем пути таком стоик прям да на кармическом каком-то пути здесь у него серьезные проблемки те которые нужно решать действительно решать это не повседневное что-то такое обычное да вы посмотрите что еще кончание прям какое-то идет серьезное то ли он решает либо завершить отношения то может быть с кем-то либо перезагрузиться ему надо отпустить прошлое свое возможно он разочарован в ком-то из близких людей может быть это социум его работа и прочее также у недоволен собой может быть то что он не достиг того к чему стремился хотел большего получает не то что чего заслуживает или же он действительно просто потерялся запутался и нужно какую-то вот верху проработать и закрыть очень даже может быть что идет у него издалека некая проблема которая вот вообще на всю жизнь его влияет может быть даже родом из очень далека здесь техника перепросмотров да но сейчас смотрите он либо получил очень сильное разочарование какое-то нехорошее известие до какое-то событие у него происходит жизни которая вну просто сваливает его с ног валит его с ног ну и также знаете здесь есть нереализованность человека какую-то часто говорим о луне то есть ну не всего он добился чего хотел или добивается вот эти мысли они его просто расшатывать теперь давайте по поводу вас конкретно посмотрим что он там думает что в его голове во первых это встреча вот эта карта смотрите она сама выскочила до первым делом самолеты а вообще-то девушки здесь есть вот то есть это вы конкретно романтизму отношения построение или улучшение отношений может быть примирение совместные дела думает он она вас думает он это встреча с вами еще вы знаете в отношении вас вот это все то что с ним происходит но она узнаете она конечно имеет значение как без этого но вообще-то у вас препятствий особых друг с другом не должно быть очень даже не должно быть попробуй здесь же из лаки здесь туз то есть здесь есть желание есть страстные моменты как бы то ни было он вас желает и посмотрите вот здесь если есть препятствие то конечно же это препятствие больше вот от его неустроенности какой-то сейчас в его жизни вот этих тяжелых мыслей тех поступков до которого нужно возможно преодолеть до от тех поступков которые нужно совершить решить что-то там своей жизни но вот в отношении вас может быть он получает здесь исцеление что ты почему ты так одни жезлы одни жезлы в отношении вас страсть страстная страсть и тут счетов то есть еще и стабильность какая-то вот эта страсть она к вам стабильно это как минимум невозможно вы ему даете стабильность и мотивацию двигаться вперед жизненные силы его поддерживаете как-то веру в себя поддерживается так рекомендацию сразу посмотрим все должно быть по справедливости здесь обязательно нужно как-то договариваться находить общий язык возможно он и думает о том что есть какие-то разногласия между вами невозможно частично из-за того что повторяюсь он сам не может что-то для себя решить где-то он себя недооценивает возможно он думает что он вас не потянет и прочее немножко он здесь или знаете как бы он вами не пользуется но он пользуется вот той энергии которую вы ему даете страстью даст вот это все ему очень важно нужно конечно хотел бы чтобы это было более менее стабильно но вот что-то бы чтобы ты еще мог дать той девушке этой женщине которая спрашивает о тебе не сразу на какой-то переход возможно это совместное какое-то плавание да если говорить метафорически на новый остров к новой жизни да возможно это реальный переезд или совместное проживание или что-то вместе строить плавные какие-то здесь вот как начальше весов человеку сейчас тяжело он должен выйти состоянии когда он решает свои проблемы вот то что есть у него без вас то что мы так себе накопил да ему нужно вот вот это еще преодолеть и сделать что иначе он перенесет эту тяжесть и ваши отношения здесь все-таки какой-то кармический случай да и здесь надо обязательно понимать что негатив усиливает только негатив а если есть позитив то конечно позитив усиливается то здесь надо сохранять стараться гармонию договариваться от многих действий от мыслей и поступков конечно же будет будущее как-то либо в хорошую сторону измененного либо в плохую да то есть вот очень многое зависит здесь и сейчас что человек там говорит как он действует и как он сам со своими проблемами сейчас старается справиться чтобы ему не перетащить это все на вас чтобы это не не повлияло так а вон еще один моментик возьмем вы здесь пока мерлин волшебник одиночка но пока вы все правильно думаете во всяком случае пока вы движетесь в правильном направлении вот давайте сейчас посмотрим чувства мужчины но сначала можно вообще-то давайте общее общее что он там чувствует вообще в целом в целом вот опять у него двадцатка посмотрите старший аркан ну вот он повторяется сразу так знаете может быть завершаются какие-то отношения его вот в прошлом да все здесь либо идти на второй круг заходить то есть примирение вот опять же пятерка пентаклей об этом говорит можно поругаться можно расстаться и опять влюбиться друг в друга и вот она шестерка мечевая пожалуйста тоже повторение то него и в чувствах есть это новый переход новый период какой-то прогресс до идти к новым берегам вместе пусть даже сейчас непонятно что и как но все равно двигаться вперед давайте чувства прямо конкретно к вам конкретно ох ты ну зачем я говорю что может быть даже какое-то расставание может быть вы сильно вдрызть прямо поругались и и прочее наговорили друг другу чего-то нехорошего до состояния конечно такое патовая с одной стороны с другой стороны мужчина очень влечет к вам опять же в чувствах интеллект показывает понимаете мысли его к вам направленные все чувства через мозг проходит прикова приковали человека к себе на тонком плане на ментальном он как-то сильно от вас зависит на сердечном тоже и здесь солнышко все-таки должно все хорошо быть все равно он не верит в то что у вас может быть окончание на самом деле может быть это какой-то период тяжелый сложный на конечно же он эгоистично может себя вести не подумав делает так как важнее ему не подумав как она вам не слишком он об этом задумывается вот ему хорошо и хорошо да потом хоп чего-то там получилось все может быть вы психанули до конкретно топнули ногой сапожком каблуком вот но и потом наверное он все-таки одумался до подумал что что-то здесь не то и по дураку не парка но дурак а по солнышку как бы дурака решил свалять да что моя твоя не понимая в принципе ничего такого не имел ввиду да хочу это так взъелась на меня да с чего это разве так было но все же не так было да все же хорошо да то есть здесь какая-то крайняя степень может быть эгоцентризма инфантильности какой-то да и эгоизма и тем не менее аркан говорит о хорошем все равно давайте-ка вас посмотрим здесь в чувствах что про вас расскажут ну вам надоело конечно же находиться в роли не очень удобно для себя что-то доказывать возможно тащить на себе вам нужно большее счастье нежели то что он вам дает большие чувства большее внимание к себе и вообще нужны вам чувства больше на самом деле вы их недополучаете чувствительность недополучаете вас это разрушает вам надо чтобы вас любили вам нужно развитие вам нужна работа над отношениями чтобы вы смотрели в одну сторону чтобы вы понимали что у вас что-то развивается они стоит на месте может быть сейчас как. Сразу такая помощь какая-то здесь идет. По семерке Пентакли. В принципе, да. Лучше немножко отстраниться вам. Дышаться спокойненько. Посидеть, посмотреть видео, да. Общие расклады. Или обратиться индивидуально. Ну, что-то для себя немножко поделать. Отстраниться, абстрагироваться, понаблюдать со стороны. Чуток. Отпустите ситуацию. Здесь идет речь о переедании от усталости уже, может быть. Вот. Того, что постоянно вместе. Или постоянно в мысли друг о друге. Иногда просто дело, что называется, швах. Да. Бывает в отношениях. Все-таки лучше недобдить, чем перебдить, как говорится. В некоторых пословицах и поговорках и крылатых выражениях народных, да. Дворовых, дворовых. Вот. Лучше недо, чем перебдить. Но все-таки так. Тише едешь, дальше будешь. Тоже сюда же. Такс. Не последнюю корову проигрываете. И еще один арканчик. Ну вот, конечно же, посмотрите. Все при вас. Умеренность. Это неторопливость, неспешность. Не суетитесь, девочки дорогие. Некоторые примедления сейчас. Оно вам только на пользу. И его дорожки к вам. Поступки. Давайте посмотрим, что там в ногах. Ножки его ведут к вам. Дорожки. Его ножки по вашим дорожкам. Ведут ли его эти дорожки к вам? Дорожки закрыты. Что нам покажут арканчики? Ну, вообще-то хорошие перспективы показывают. Пока что открыты дорожки. Еще уточняем. Так. Вот здесь есть конкуренция. Мужчина, конечно, может еще с кем-то общаться. Конечно же, он может выбирать. Да, пока не поймет, что вы самое лучшее. Сам же вот поджигателем является здесь. Да? Нехорошим. И Может быть, он вас ревнует, девочки. Думает, что вы не одна. Ага. И В принципе, дорожки. Посмотрите, как. У тебя не живут к семейному счастью. Или к счастью, эмоции, чувств. Но не сразу. Но что-то там намеревается. Знаете, пока здесь нет старших арканов. Сейчас, если выйдет еще в троице старший аркан, посмотрим. Пока это, знаете, как. Эти действия и поступки он откладывает на потом. Опять же, торопиться же сейчас не надо, да? А вот и старший аркан. Прекрасный аркан. Аркан. Мир. С одной стороны, должен воцариться мир. В его сердце, в его семье, где-то вообще вот. В его окружении. Там, где он себя чувствует уютно, хорошо и комфортно. Он решить должен вот этот первоначальный наш с вами расклад. То есть, не расклад даже, а то, что мы видели. Информация, да? Которая идет вот о его делах, о его личных каких-то проблемах. Он должен это разрешить. Он должен набраться спокойствия, мудрости, умиротворенности, да? Уже все от сделанного, от разрешения своих проблем. Потому что он что-то частично тащит и в ваше взаимоотношение. Вас, может быть, даже этим как-то перезагружает. Вольно или невольно. Может быть, он того и не желает, да? Ну, как-то вот он себя выдает. Негативит. Вот. Здесь время как бы покажет. Ну, и вы можете вписаться в картину вот его мира, да? И еще. Хороший старший аркан. Прямо прекрасный. Да? Вот тут вот жезловый выходит. И опять же, посмотрите. Трансформация здесь показана. То есть, все равно, так как было, оно уже... Это очень сложно продолжать. Что между вами? Не важно, хорошо, плохо. Но надо что-то делать уже по-другому. И вместе. И как-то договариваться. Видеть новые горизонты. Новые перспективы. Конечно же, от мужчины многое зависит. Да, если бы вы хотели, вы могли бы, конечно, взять и все сами решить. Но все-таки желательно, чтобы это делал мужчина, да? Может быть, с вашей подсказкой, с вашей, там, незримой такой мудростью, да? Как бы ненавязчивой мудростью толчок дать этому мужчине. И давайте еще для вас рекомендация здесь. Не надо печалиться. Вот здесь перевернутая троечка мечевая. Это сердце себе терзать не нужно. Не нужно древности, если есть. Даже если действительно что-то. Вот здесь показывают замедление. Не делайте резких шагов, резких выводов. Не надо делать. Но и вы все-таки же злые. Вы яркая, такая прекрасная царица. Королева. Старший аркан. Девчата, перевернутые все-таки. Когда мы говорим о том, что император перевернутый, должен мужчина делать шаги и поступки, да? Он сейчас, конечно же, что-то не торопится все решить сам. Впрочем, как всегда, да? Чаще всего почему-то так у нас и происходит. И в жизни, и на раскладах. Ну, бывает, мужчины делают что-то. Ну, тогда особой проблемы нет. Но бывают и проблемы, когда мужчина что-то решает сам по себе, чрезмерно беря на себя роль всемогущего. Что все сам меня слушает очень авторитарно, когда, да, чересчур. А тут немножко наоборот. Есть перья, есть нет. А вот здесь сильно нет. Да надо, чтобы была какая-то золотая середина. Конечно же, многие из вас ждут просто, когда мужчина примет решение, возьмут на себя ответственность, да? А возьмут ли он ответственность на себя? Возьмешь ли ты эту ответственность все-таки? Можно ли тебе дать шанс? Как же он долго это делает, разбирается? Ему стабильность нужна. Но все-таки то, что у него там происходит. Ну, вот смотрите, что, дурак перевернутый. Он должен наиграться. Вот у нас, помните, было солнышко, Аркан, да, вышло. Я сказала, что не по шуту, но ведет он себя вот так, как-то. Слегонца поверхностно. Но все равно хорошо. Фестивальчик еще тот. И все-таки оптимист сказочный. Так вот здесь прям шут вышел. То есть, девчат, не надо привязываться, идите тоже налегке. Просто налегке, как можете, старайтесь. Увидят, поймят, что такую, как птичку, бабочку, как вы, опасно упускать, да? Улетите, потом будете локти кусать. Ну, возможно, что-то начнет, начнет выбираться. Но вообще, вот из своего уголка, прекрасного, зеленого уголка, да? Вот. И, возможно, что-то начнет делать тогда. Но самое важное, это пока идти без претензий друг к другу и без «ты же мне обещал» или «что ты мне, да?» А «что ты мне должен, да?» Вот. И как бы я тебе ничего не должна, никто никому ничего не должен, никто никому ничего не обещает. Ну, вот такая тактика. Дорогие, это общая информация. Делите ее на два, конечно же. Это не истина в последней инстанции. Но, тем не менее, я надеюсь, что информация для вас была интересна, полезна. Вы с удовольствием подписались на канал, те, кто еще не подписан. Благодарю вас за ваши донаты, за ваши лайки, пальчики вверх, да? За то, что вы поддерживаете вашими комментариями прекрасными мой канал. И вообще, мне приятно это видеть. Любой ваш комментарий, конечно же, он продвигает канал. Но лучше всего, когда вы пишете искренне и честно, и радостно. Потому что это всегда приятно читать. Даже если у вас плохо, вы делитесь своими проблемами и получаете... Вот от девочек я смотрю поддержку. Это же прекрасно. Поэтому давайте держать в том же духе. Вы молодцы, девчата. То, что вы поддерживаете друг другу, это очень ценно и важно. Ну что, взаимности вам. И до новых встреч. Пока-пока.